В Можелесе продолжают обсуждать так называемые северные надбавки. Депутат Магирам Магирамов на днях направил депутатский запрос к премьер-министру Улжасу Бектенову. Он подчеркнул, что экономить сегодня крайне сложно, особенно в регионах с суровым климатом, и предложил вести специальные надбавки. Поможет ли эта мера и почему цены продолжают расти, выясняла Екатерина Белоусова. Северный Казахстан стабильно в числе аутсайдеров по средней заработной плате по стране. Отсюда и отток населения, и дефицит кадров. 78-79 примерно. Вот это вот минималка. Как может человек с семьей, а если трое детей, а если они все в школе, как они могут прожить? Отопительный сезон в регионе длится более семи месяцев. Наиболее низкие показатели обеспеченности населения питьевой водой и одни из самых худших дорог. Депутаты отмечают, что это требует повышенных расходов и предлагают рассмотреть вопрос северных надбавок. Варьируются стипендии, пенсии и заработная плата. Система надбавок учитывает стоимость жизни и включает в себя разницу в ценах на продукты питания, необходимость приобретения более дорогих теплой одежды, повышение расходов на отопление, освещение и многие другие затраты. Минимальная зарплата в 85 тысяч тенге сегодня не может покрыть даже основные потребности казахстанца, считают представители фракции от Народной партии. На фоне других стран выглядит бедной и наша социальная корзина, состоящая всего из 19 наименований. В Великобритании, например, она достигает почти 700 позиций. В зарубежных странах в перечень товаров и услуг первой необходимости включены даже расходы на развлечения, сотовую связь и бытовую технику. Можелесмены от Народной партии Казахстана отмечают, что в нашей стране не учитывается даже необходимость передвижения, обеспечения лекарствами, образования и проживания. Уровень жизни очень низкий нашего населения и, к сожалению, он еще ухудшается. 85 тысяч, когда сейчас мы видим даже трехкомнатную квартиру, квартплата 20 тысяч. Четверть зарплаты даже больше, 25 процентов, составляет только коммунальные услуги. Половину, мы говорим, это продукты питания, это мизер. Усомнились депутаты и в эффективности ценообразования. Эксперты считают, что государству необходимо отказаться от тотального контроля и создания монополий и начать стимулировать конкуренцию. Тогда качество товаров и услуг будут расти, а цены снижаться. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро, Североказахстанская область.